Я включу зависть. Добрый день всем присутствующим и присоединяющимся. Мы сегодня на нашем занятии начинаем разговор о книге Мамидбар, настоящий недельный раздел. И этот недельный раздел может показаться, на первых взгляд, довольно скучным. Ну что тут есть? В конечном итоге просто идет перепись населения. Пересчитывают всех евреев с определенного возраста, мужское население. Потом пересчитывают всех левитов. И, в общем, почти даже этим недельным разделом не ограничится. Даже этот пересчет переходит в следующий недельный раздел. И как бы ничего такого суперинтересного может быть здесь нет. Тем не менее, конечно, есть очень много вещей, которые можно разбирать. Но я иду по линии, которые я в этом году более-менее стараюсь придерживаться, искать и показывать различные аспекты, различные идеи, содержащиеся в тексте писания. И эти аспекты иногда подчеркнуты, расположены в разных книгах, когда одна и та же история рассказывается по-разному в разных местах, или один и тот же закон рассказывается по-разному. А иногда эти аспекты соединяются вместе в одной истории. И этим очень много занимался Рампрояр, но по его следам идут очень многие исследователи. И, в частности, то, на что я хотела обратить внимание в нашем недельном разделе, до чего мы дойдем, видимо, в результате исследования, что здесь тоже отражаются два очень важных аспекта, касающиеся колена Ливии. И чтобы подойти к этому, нужно обратить внимание, что тут странным образом у нас есть перечисление всего Израиля, а потом идет перечисление колена Ливии. Но перечисление колена Ливии, оно повторяется дважды. Первое перечисление идет в недельном разделе Бамидбара. Второе тоже начинается после него и продолжается в следующем недельном разделе. Зачем нужно было пересчитывать дважды Ливитов? Ну, при небольшом внимании к тексту можно увидеть, что эти пересчеты разные. И прежде всего бросаются в глаза, что в одном пересчете считают Ливитов, которые от одномесячного возраста и выше. То есть просто всех мужчин, которые считаются от одномесячного возраста, потому что до одного месяца в древности считалось, что еще нельзя ребенка считать, что называется баркаемым существом, живым в полной мере, поскольку была, видимо, большая детская смертность, особенно в первые дни после рождения. Поэтому установлены границы, что их начинают считать с месячного возраста. Фактически все мужское население пересчитывается в этом подсчете, в этой переписи. А дальше идет другой пересчет. И там пересчитывают уже колено Ливита по их семьям. И там совершенно другое требование, помимо того, что их пересчитывают по семьям, начиная с 30 лет. От 30 до 50 лет только идут в счет. И не совсем понятно, зачем нужно два таких разных... Понятно, что это разные подсчеты. И тем не менее, почему нельзя было ограничиться одним? Потому что изначально нам кажется, и тут как бы объясняется, что этот подсчет Ливитов, он был сделан для того, чтобы снять с первенцев их обязанности служения и отдать их Ливитам. Вот тут у нас между подсчетами есть некоторое небольшое отступление. Давайте я все-таки открою текст. И вот имена сынов Арона. Первенцы Нагава Виву и Лазаровой Тамара. Это имена сынов Арона, священников помазанных, которых он и полномочен священнодействием. Были назначены Арон и его сыновья быть священниками в храме. И поскольку тема наша сегодня как бы в разделе замещение первенцев коленом Ливии, нужно здесь подчеркнуть, что когда говорилось нам о назначении Аронов и его сыновей, это говорилось еще до всякой идеи замещения. Почему заместили первенцев Ливитами, поменяли? Потому что после греха Золотого Тельца первенцы проявили себя там очень нехорошо, а Ливиты, наоборот, проявили себя очень хорошо и поменяли первенцев на Ливитов. Но назначение Арона и его сыновей священников было вообще до этого. Это тоже задает вопрос, что же раньше, где яйцо и где курица? Второй вопрос, я еще продолжу потом чтение, но поскольку уже заговорила об этом, второй вопрос возникает про выкуп первенцев. А выкупе первенцев тоже сказано совершенно рано. По выходу из Египта евреи получают заповедь выкупы первенцев. Что надо их покупать, если они изначально предназначены для служения Всевышнего? Это на самом деле некоторое общее место, что первенец должен, его дело – это служить богам, служить богу. То есть в семье первенцев у них есть особая роль. Еще до того, как и во всех культурах, до дарования дары, до выхода из Египта, когда на первенцах лежала эта задача, и не случайно Яков выкупает первенство у Исава. То есть что он покупает на самом деле? Не наследство, не землю. Он выкупает право служения Всевышнему. И почему надо было привыкать из Египта и уже упоминать о том, что надо потом будет выкупать первенцев. Действительно, есть комментарии, которые говорят, что это как бы закон дан предвидения того, что потом придется поменять первенцев на Левитов. Но, тем не менее, это все очень странно. Нет необходимости говорить это так там, потому что можно об этом сказать своевременно, тогда, когда будет это к месту. И вот эти вопросы, они показывают нам, что в назначении Куэнов и Левитов есть некоторые разные аспекты. И мы дальше увидим, как это, например, в нашей матрифке, как это проявляется. Он говорит о смерти надавы Авилу перед Господом, то есть объясняет, кто остался с Куэнами, то есть священниками для служения в храм. И дальше пятый стих. И Господь сказал мужу, я говоря, приведи колено Левитов и поставь его перед священником, дабы прислуживали они ему. И да выполняют они обязанности за него и за всю общину перед шатром соборным, чтобы отправлять служение при Скинии. И пусть хранят все принадлежности шатра соборного, исполняют обязанности сынов Израиля, выполняют работу при Скинии. А дальше Левитов и Аароном, и сынам его, отданы они ему от сынов Израиля. Аарон и сынам его поручи, чтобы они наблюдали за священнослужением их. Посторонний же, который будет служить, смерти будет презан. То есть тут мы видим, что главная задача, не говорится ничего, ни о какой замене. Хотя при пересчете мы дальше видим, что там посчитали Левитов, потом посчитали первенцев, потом сложили, оказалось, что есть небольшое рассаждение, и за это был положен выгод. То есть в нашем же недельном разделе говорится о замене этих первенцев на Левитов. Но вот тут у нас идет совершенно другая тема. Она не говорит совершенно о замене. Говорит, что выбрано было колено Левитов. Для чего? Для работы в Раме. Это главное. Арону и его сыновьям их осталось довольно мало. Им нужна помощь. Тут есть много жертв, которые нужно приносить, как общественные, так и частные. Много служения. И нужны помощники, которые будут выполнять всякую подсобную работу. Этим, как мы знаем, носить скинье, с места на место, разбирать и собирать. Этим всем занимается. Колено Левитов, оно на это назначено. Следующий отрывок. Опять же, есть комментарии, которые говорят, что он объясняет предыдущие. Но с точки зрения анализа текста, когда мы хотим выявить в нем различные аспекты, можно увидеть, что он говорит о другом. «И Господь сказал Маше, говоря, я ведь взял левитов из среды сынов Израиля, вместо всех первенцев, разверждающих чрево, из сынов Израиля, дабы левиты были моими, ибо всякий первенец мой, в день избивания моего всякого первенца в земле египетской, посвятил я себе всякого первенца в Израиле, человеков из края, они должны быть моими, я Господь». Здесь совершенно другой тон, совершенно другая причина. Левиты пришли на замену первенцев, но не для того, чтобы служить Иоарону, а потому что первенцы мои. Мне они принадлежат, во-первых, потому что я их спас во время казни первенцев в Египте, но это совершенно неразрывно связано с тем, что первенцы – это те, кто должны служить Всевышнему. Почему в Египте были поражены первенцами? По той же самой причине, потому что первенцы – это те, которые предназначены для службы. И он их там спас, и они должны ему служить. Таким образом, идея того, что в данном отрывке выражается идея того, что первенцы – они святы от рождения. Видишь определенную святость, и это касается не только людей, как новинередины, но и скотины, у них есть определенная святость, присущая им по моменту рождения. И это очень важный такой аспект, который отличается сильно от того, что выбрано колено леве, чтобы служить в храме. Да, оно при этом получает определенную святость, потому что те, кто является посредниками между народами Всевышним, помогают в храме, служению. Это очень важная миссия, и она священна. Но тут мы видим два типа святости. Один тип святости – это святость, которая присуща от рождения, которая определяется тем, что весь мир является собственностью Всевышнего, и таким образом первенцы и вообще все, что любой начаток, чего бы то ни было, он законно показывает человеку, что это на самом деле все, что у него есть, и он сам, все это не принадлежит ему, а принадлежит Всевышнему. Давайте запомним еще раз эту фразу. Когда мы говорим о замещении первенцы, мы говорим о том, что весь мир принадлежит Всевышнему, и когда мы отдаем Всевышнему на службу первенцев или отдаем начало какие бы то ни было первенки, этим мы подчеркиваем, что весь мир принадлежит Всевышнему. И есть второй аспект святости, который реализуется в работе, в служении, в том, что левиты должны исполнять свою работу в храме, то есть они в храме являются в некотором смысле партнерами Всевышнего. То есть человек приходит в храм принести жертву, там есть левиты, которые помогают священникам приносить жертвы, помогают приносить службу, помогают народу ощущить свою причастность к Всевышнему храму. И в этом смысле это другой тип святости. Это святость, партнерство, совместная святость. И запомним эти вот две идеи. И сейчас я хочу просто подчеркнуть, что два перечисления левитов, два подсчета, две переписи, они отражают именно эти два святости. Если в первой переписи идет речь о том, что надо посчитать всех-всех-всех левитов, там понятно, что идет речь о первом виде святости, не связанном с работой. Левиты все по своей природе, поскольку они левиты, пришли заменить всех первенцев, поскольку они первенцы. И эта святость от первенцев, присущая им от рождения, теперь она переносится на левитов и присущая им от рождения. Второй перечень, он практически, он технический подсчет населения. Так же, как перепись, которую у нас есть в начале книги раздела Бабидбар, когда он говорит, сосчитайте, поголовные исчисления все израиля по семейству их и так далее, от 20 лет и выше. То есть там тоже, там рамки другие возрастные, но там тоже считаются люди, те, которые могут выходить на войну, те, которые способны к работе и так далее. мы произвели перепись по указанию Всевышнего, чтобы понять наша армия, наше войско, какого масштаба они. В этом случае те, кто могут работать, те, кто могут воевать. В этом случае те, кто младше 20 лет, они не считаются, они еще маленькие. и это была параллельно вторая перепись из левитов, там, где мы считаем их от 30 лет. То есть эти две переписи похожи между собой тем, что мы сделали подсчет трудоспособного населения среди всего населения отдельно и среди левитов отдельно, кто из них может служить храме. И отдельная перепись, как я уже сказала, была сделана левитов для того, чтобы заменить их на первенцах, чтобы подчеркнуть вот этот аспект исключительности святости, присущей от рождения. Эти два вида святости проявляются и в других ситуациях. Я приведу пример только например вещи, которые положено приносить в храм. у них тоже проявляются эти два аспекта, два типа святости. Один это святость, присущий изначально, подчеркивающий, что первенки плодов, например, или решит агеда, это называется, первая стрижка, там все, что с чего начинается новый урожай, это все отдается Богу, что на самом деле весь урожай, все, чем я владею, все это принадлежит ему полное нивелирование собственной роли в мире. С другой стороны, существует десятина. На самом деле, можно сделать интересный и сложный анализ употребления различных слов, которые показывают сильное различие между этими двумя заповедями, например, принесение бекурин и принесение десятины. Десятина выражает совершенно другой аспект, аспект партнерства. Да, действительно, земля дана мне Богом, он помогает мне выращивать, посылает дождь, но я со своей стороны вкладываю в это тоже большие усилия, и потом, когда у меня есть плоды, когда у меня есть результат, мы определенным образом делимся со всевышним. Едят, отдаю я десятинули летом, но тем не менее, в этом выражается идея партнерства. и поэтому эти два вида приношений в храм левитам, они тоже выражают два вида святости. Одна святость абсолютная, говорящая о том, что все в мире принадлежит Богу, и я отдаю первое, что меня выросло, или первое, что я завоевал, или первое, что я получил, или первое, кто у меня родился, отдаю его Всевышнего, чтобы подчеркнуть, что все принадлежит ему. И второй вид святости это святость, который большое значение придается моему личному вкладу в этот мир, моему партнерству и моей работе в этом мире вместе со всем с ним. И интересно, что книга Бемидвар в принципе она в некотором смысле оторвана от реальности. В каком смысле? Они находятся в пустыне, они находятся, питаются отманы, они двигаются по слову Всевышнего, останавливаются по слову Всевышнего. В принципе, когда мы рассматриваем различные законы, приведенные в книге Бемидвар и сравниваем их с другими законами, скажем, теми же законами, которые описываются в книге дворей, мы видим, что в книге Бемидвар есть некоторое представление о тотальности. Например, я просто приведу один из примеров. Когда там говорится о нечаянном убийце в книге Бемидвар, мы еще до этого дойдем, там он тотально, человек убил, вообще говорят, смертью за смерть полагается, его надо бы повесить, но мы снисходим человеческой слабости дадим города убийцам. Такой тон книги Бемидвар абсолютно. А он говорит, понятно, что он уже ошибся, ничего плохого не хотел сделать, но люди тоже, они люди, семье убитого неудобно, мы не можем им это казать убийство, но на самом деле нужно, чтобы они все помирили, и все было хорошо. Совершенно другой подход, совершенно другой тон. И несмотря на то, что в книге Бемидвар есть такой оттенок абсолютности, тем не менее, наряду с тем, что он приводит некоторую святость абсолютную, святость тотальную, в которой все принадлежит Богу, а мне ничего, параллельно есть также святость совместного исправления мира вместе и Всевышнего, и народа, и эти две функции лежат в частности на левитах, как мы видели. Спасибо за внимание. Господа, у кого было внимание, у кого есть вопросы? Алло, нас сегодня немного, поэтому приветствуется. Вопрос есть такой по поводу первенцев. Я же понимаю, что первенцы это прям от отдама пошла традиция, а свойство, так сказать, что выделенность первенцев всегда была у человечества. Это, в принципе, не только свойство выхода из Египта. Да, это верно. Но хит душ, можно сказать, новость старая, еще и в том, что у нас получается почему-то всегда, очень часто во всем случае, что первенец отталкивается. И так, начиная с Авраама, Ишмаэля отталкивается, потом Исаму, первенец тоже отталкивается. и сыновьями Якова, Рувена тоже отталкивается. Получается так, что первенцы это очень важная функция у них есть, и, безусловно, она сохраняется, но обстоятельства складываются так, что не всегда первенец остается своей функцией выполнять. Это занято. С Исхака интересный момент, похоже, Ишмаэля точнее, Ишмаэля первый раз отталкивается. Ну, в некотором смысле даже можно сказать, что это началось с Каином. Потому что все человечество в результате произошло, хотя есть в него потомки Каина, но оно произошло от шета, который, в принципе, даже третьим. Третьим, да. Окей. Ну, хорошо. Тогда, если больше вопросов нет, тогда, может быть, перейдем к следующему номеру нашей программы. То, что я хотел сказать, вот мне представляется очень интересным Ханан Парад, по которому я иду, его комментариям. Он, как бы, на меня действует. Все время как бы дает такой некоторый взгляд, который даже те вещи, которые ты знаешь и как бы не раз уже читал, учил, как угодно, они как-то представляются захватывающими и как-то касаются по-новой. Например, книга, поэтому то, что я хотел сегодня рассказать, у него есть вступление к каждому и каждой книге, в том числе вступление к книге, которую мы сегодня начали каждая книга вообще как бы вы знаете, что все книжные называются хумаж, но кроме того, каждая отдельная книга тоже называется хумаж, то есть как бы одна пятая. Есть предисловие к каждой книге, в том числе предисловие к книге Бамидбар, которая вот я хочу сейчас вам как бы изложить то, что он пишет, мне кажется очень интересно. почему там какие-то моменты, которые для меня во всяком случае, они не то, что проливают новый свет, но они представляют новом виде вот эту всю коллизию, которая была в пустыне. Почему? Потому что особенно когда в переводе, да, ну вот особенно перевод называется по-русски числа, ну вообще как бы чисто такая во-моему одно из самых скучных мест на земле это статистическое бюро и вообще статистика правильно, как там числа подсчитывают и все, тоску нагоняют дикую как бы. Ну бессендер числа числа окей. А вот он как бы очень интересные вещи как бы высвечивает почему именно пустыня, мне кажется это очень интересно. Вот это я сделал мое вступление к его вступлению теперь значит посмотрим что пишет Ханан Парад говорит что центральная тема книги Бамидбар посвящена как мы знаем описанию этих называемых такое слово тоже интересное называется недудим вот недудим это скитание вообще да ну вот прокайно сказано на 2.net качели кстати называется неднеда не знаю связан с этим или нет но тем не менее они как бы так качаются но сейчас недудим да недудим это туда-сюда то есть как бы вот это да надудим это вот шатание что-то такое по-русски типа этого да не скитание все может быть как бы скитание но шатание на случай шатание но вот это вот такое шатание по пустыне целого народа в чем в течение как бы огромного времени в течение целого поколения 40 лет и когда нам дается очень как бы подробное объяснение не всех 40 лет первый год тот второй год мы практически очень мало знаем или практически не рассказывают про большую часть этих 40 лет но такие ключевые точки которые повлияли на дальнейшее развитие событий описываются очень подробно и вот он сразу подчеркивает это мне тоже кажется очень интересно с одной стороны пустыня она как бы такое место само слово пустыня что как бы это вещь которая как бы мало напряженности все нету мы привыкли к тому что есть горы равнины вот туда сюда подниматься опускаться здесь как бы все расплющено с одной стороны а с другой стороны именно в этом месте нам мы становимся свидетелями очень таких накрученных эмоциональных ситуаций человеческих можно сказать человеческих смысле отношения человека к отношению с Богом мироглим просто ключевые места и они все происходят именно вот в этой в этом совершенно безлюдном месте итак но говорит интересно что все вот эти секундочку что-то раз самое начало нам описывать что все вот это вот скитание шатание блуждание из так можно сказать но происходит вокруг некоторых генеральной точки какой точке а вот какой точке написано книги бэмидбар 9 глава 2 посуд сказано альпи ашем и ханува альпи ашем и сау все происходит по как говорит ашем по слову всевышнего и вот это вот некоторый центральный момент теперь дальше еще один момент который очень интересный мне тоже кажется мы видим наличие двух вот таких противоположных как бы говорите называется тувана тувана это понимание позиции вот некоторые да каким образом можно концепции двух концепций две концепции они с одной стороны противоречат друг другу с другой стороны они мышлемоты хаташ нея то есть они как бы наоборот в совокупности дает целое а именно вот тувана ахат то есть первая концепция первое понять понять это какая прежде всего пустыня ее можно понять например вот по такому очень красочно ужасно ужасное описание книги йова книги йова 10 главе 22 стих пустыня описывается так что такое пустыня страну мглы подобные мраку смертной тени где нет устройства а свет как мрак ничего себе описание вот так представляется пустыня жуткое дело да понятно что в такой ситуации где как бы по описанию видно что тут совершенно нет места для как бы того что человек может на что-то воздействовать он настолько находится внутри вот этой бездушной безлюдной подавляющей ситуации природной то что может его вывести окей а с другой стороны посмотрим по другой концепции которые прямо противоположную первой почему потому что с одной стороны мы видим как бы полное о безнадега односно полное безнадёга которое описано вот в этих стихе который я прочитал из книги его а с другой стороны народ израиля который вышел из египта он знает что конечная точка это приход землю израиля то есть ему с одной стороны полная безнадёга а с другой стороны другой страны у него есть конечная цель Более того, ему сказано, что он будет как бы все его движение в пустыне по Слову Всевышнего. И получается, что вот этот вот, то, что на Юрике называется метах, а именно напряжение между вот этими двумя концепциями, мы ее видим. И к этому добавляется другой дополнительно очень важный момент. Это мне кажется очень важно. С одной стороны, мы видим, что и точка выхода, и точка как бы прихода, и более того, все хождение по пустыне делается по Слову Всевышнего. А с другой стороны, мы видим, что вот эти вот ключевые моменты, которые изменяют всю ситуацию. Например, Хэтмер Аглин, да, это грех разведчиков, после которого все поколение тех, кто вышли из Египта, было обречено на 40-летнее блуждание по пустыне, и в конце концов, смерть. Не было сказано, что они войдут в землю Израиля. То есть, грубо говоря, реальная ситуация, каким образом происходит это хождение и каким образом определяются судьбы, зависит от конкретных, от человеческих как бы поступков, от личного выбора и от поступка людей. И вот это вот тоже, мне кажется, очень интересная коллизия, которая именно происходит в пустыне. То есть, вообще говоря, ну вот такой сценарий для, я не хочу сказать, голливудский фильм, потому что всегда по-русски звучит очень так, голливудские фильмы. На самом деле, сценарий вот для такого, очень крутого, как бы, такой постановки, да. Смотрите, с одной стороны, такая вся, 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 все внешние декорации, они лишены всяких эмоций. Говорится о блуждании, о шатании, клубом одни как бы пески, никуда, ничего не происходит. А с другой стороны, дикий, дикий метах. Метах – дикая напряженность, дикая напряженность между волей Всевышнего, который, как бы, ведет народ по свою плану. А с другой стороны, в ключевых местах, все время, как бы, вот эти эмоциональные переживания, эмоциональные действия, личные поступки людей, которые, в конце концов, они все и определяют. Да? Окей, вот это вот, мне кажется, очень интересный момент. Теперь, если продвигаться дальше, пишет Ханан Паратов, очень интересный, как бы, подход, говорит, что, если мы смотрим, то у нас вот в пустыне вырастают такие, ну, не знаю, как по-русски перевести, как бы, поприличнее, такие очень живописные, колоритные фигуры, фигуры, да, как Моше, Аарон, Мирьям, с другой стороны, Корах и его сообщество. То, что мы будем дальше изучать, да? То есть, все время, вся книга, но Мидбар, которая странно, да, с одной стороны, как бы, в пустыне, но в пустыне ничего не происходит. А когда называется, ну, хорошо, что книга исчислений, вот тоже, как бы, ну, что там, ну, считают, вышли столько-то, пришли столько-то. Все лишено каких-то, как бы, эмоций, правильно? А с другой стороны, вот на этом пространстве действуют очень эмоционально, как бы, наполненные энергетические фигуры, да? Вот те, что я перечислил, это раз, Юашо Векалев, да? Вот тоже такие образы. И, как бы, Ханам Парат, он говорит, что, вижу, что с одной стороны, когда мы пытаемся смотреться в их поведении, и, как бы, изучить, смотреть, как они себя вели, вот, это, мы не стараемся действовать так, что просто одеть их в какую-то литературную фабулу, которая привычна нам, и создать такой типа художественной литературы. Потому что, все-таки, как бы, Танах – это не художественная литература. Но, с другой стороны, как бы, сам, как бы, это отбивает и говорит, нет, мы это делаем, почему? Потому что сам Пшат, сам Пшат, то есть, как бы, ну, вот, такой вот логическая сетка, прямая нарратив, вот, сюжетное поведение Пшат, который нам, прежде всего, дает некоторое, ну, такое базисное фундаментальное понимание текста, он сам весь основан именно на анализе, вот, как бы, персонажей человеческих. Поэтому, хотя это не художественная литература, но, тем не менее, мы в книге Эбамидбар, мы именно будем заниматься, заниматься, смотрим в том, как ведут себя вот эти потрясающие человеческие, как бы, личности. Дальше, второй момент, который я хотел сказать, поскольку сегодня, как бы, доктора Леница, как бы, нет, да, вот, я еще один небольшой кусочек такой подготовил. Тоже, мне кажется, очень интересный, тоже связан с некоторым вот таким пониманием пустыни. Этот, вторая история называется так, Айдгар, может, как-то говорили, я это подчеркиваю, мне это тоже всегда очень, потому что это забавляет, но, мне кажется, это очень интересное отличие, ну, не знаю, разницы в ментальности. Вот, ну, видите, одно из ключевых слов, это, кроме известного Тахлиса, те, кто знает, вообще общался с израильтянями, то есть, это, как бы, конкретно те, каждое слово говорят Тахлис, 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 что ты конкретно имеешь в виду. Окей. Кроме того, есть такое интересное слово, называется Идгар. Вот, Айдгар – это челлендж. Я помню, в бытность свою, как бы, работа там в издательстве, переводили книгу такого очень интересного профессора Леви, вот, который становится на религиозный человек, особенно профессор физики, все, короче, у него книга называлась «Мулит гореть куфа». Перевести было чудовищно тяжело, непонятно. Да, ну вот, талантливый переводчик, такой нахумпурор, он нашел, так называлось, «принимая вызов эпохи». Да, вот, поэтому по-русски, да, ну вот, Эдгар – это вызов. То есть, это нечто, что нам предстоит решить. Вот это называется Эдгар. Окей, так какой главный Эдгар в пустыне? А, кстати, вот, может быть, вопрос публики. Вот, как вы считаете, какой может быть вот этот главный Эдгар, главный вызов, который может быть у народа 600 тысяч человек, взрослых, во всяком случае, говорят, что около двух миллионов, как бы, всего сообщества, которые вышли в безлюдное пространство, про которое, скажем, в страну мглы, подобные мраку смертной тени, и нет устройства, а свет как мрак. Окей, какой главный Эдгар, какой главный вызов у этого сообщества? Господа, я вас слушаю. Просьба не молчать все-таки. Если можно, такие соображения. Не знаю, насколько они ответят на вопрос, конечно. В свое время слышал сравнение отношения к чуду, к понятию чуда. Вот мы, читая, на тонах привыкли рассматривать чудо, рассечения. Вот, при переходе... Слабый интернет, я думаю. Перепела появились. Пробал 40 лет. В пустыне чудо, что ман падает. А когда они пришли в землю Израиля, посадили зерно, о, смотрите, выросла пшеница, какие-то ростки. Вот это вот чудо. И вот мое мнение, что может быть одной из вызовов, это именно понять, что такое проявление Всевышнего, что такое чудо Всевышнего. Окей, я согласен. Это первый момент. Я думал, за хана аппаратом не это, но я принимаю. Еще кто-то? Пожалуйста. Гриша, Лена. Ну, я думаю, что в такой ситуации вообще самое главное не впасть, что называется, в депрессию, не сойти с ума. Правильно. Однообразие ежедневного. Отлично. Я тебе... Вот это уже, смотри, это ближе к тому, что говорит хана аппарат. Я тебя немножко направлю. А что дает человеку по жизни силы не впасть в депрессуху? А я бы сказала наоборот. Если вот так сказал Криша, можно я влезу? Можно. Криша, вы не против. Я бы сказала наоборот. У людей очень часто... Сегодня все об этом говорят. Выйти из зоны комфорта. Да? Люди очень часто наоборот. Как ни странно, несмотря на то, что там скорпионы, жара и тяжесть, тем не менее, они уже к этому привыкли. Они привыкли, что им говорят, что делать, что слушать Всевышнего, где остановиться, когда двигаться. У них ман готов. Ну, ни с кем, собственно, сражаться им не приходится. Сажать ничего не надо. Дождя тоже просить не надо. То есть это совсем другое. Что-то совсем не похожее на обычную... Экзотика. Ну хорошо, но экзотика. Это не экзотика. Для них это за 40 лет перестало быть экзотикой. Это стало нормальной жизнью. То есть на самом деле, я бы сказала наоборот. Эдгард в данном случае это воспротивится тому, что хватит нам уже ходить по пустыне. Когда они требуют от Маше, чтобы мы уже хотим прийти в землю Израиля. Вот это желание дойти, сохранить его через 40 лет, я считаю, что это тоже можно назвать этот дар. Окей. Но я бы хотел, если можно, продолжить то, что Гриша. А, Гриш, ты в любой момент можешь как бы подхватить и идти дальше. Вот у меня вопрос был к Грише. Что человеку по жизни... Простой. Не выход из комфортной зоны. Ну, мы говорим, человек нормальный, да. Вот человека... Что человеку дает силы, да, жить нормальной жизнью? Нормальной жизнью. Не сходить с ума. Человек знает, что он в конце концов, я дико извиняюсь, человек умирает. Одно это может свести с ума. Какого хрена вставать утром, делать на телах, едаем, молиться, растить детей, если ты знаешь, в конце концов все умрут. Ну, это как-то крызуха. А что дает возможность человеку жить? А мне кажется, что Нехама как раз об этом и говорит. Ну, хоть какую-нибудь задачу поставить, хоть что-нибудь хотеть. Окей, хорошо. Я отсюда начинаю дальше. Продолжаю по Ханан Параду. Он говорит «Айдгар ласот седр бэмидбар». О! Главный Эдгар – это сделать седр. Седр – это порядок. Дальше. Он возвращается к описанию. Что такое «эмидбар»? Название вообще этой книги. Само слово «бэмидбар», то есть название книги взято напрямую из стиха, который открывает эту книгу, где сказанный говорил Всевышний к Моше, где бэмидбар Синай, в пустыне Синайской. Я всколько, кстати, скажу, меня это всегда занимало. Интересно, что Ханан Парад про это не пишет. Я не знаю этому объяснению, он что-то из вас знает. Мне кажется, дико интересно и как бы завораживает. С одной стороны, слово «бэмидбар» – пустыня. А с другой стороны, слово «эдабэр» – это говорить. Вот это вот странная связь, что именно слово «пустыня» и слово «говорить» – они как бы… Можно я влезу со своими пять копейками? Да, пожалуйста. «Бэмидбар» – что это значит слово? Потому что есть слово «пустыня» и «пустыня». «Пустыня», в которой ничего не растет, совершенно ничего нет. Так, как ты описываешь, это называется «шмама». Шмама, правильно. А «мидбар» – это слово производится однокоренное слово «лядбирцон» – «пасти скот». Это место, в котором его пасут. То есть его как бы… В этом месте есть схождение от слова «лядбирцон» – говорить и пасти, и его двигать, этот скот. Это некоторый образ, как сказать, способ пасти, пасти, наверное, двигать, как народ, так и… поднимать, возвышать. Не-не-не, не-не-не, наблюдать. Ну, как бы, говорить ему, чтобы он шел вперед. Ну, хорошо. Окей. Идем дальше. И сам в какой-то степени становишься похож на стадо, да, в плохом смысле, что тебя ведут, тебя кормят. Окей. Ну, хорошо. Чуть-чуть продвинемся вперед. Дальше. Говорит. Смотрите, вот если взять всю эту эпическую, правильно я говорю по-русски, картину, да, то, что описывается в книге Бамидбар, она начинается с первой главы Бамидбар, которая начинает движение, и до недельной главы Масаэй, которая как бы припечатывает и заканчивает всю эту книгу, и которая как бы прочерчивает вам, нам, слиха, прочерчивает нам вот эту эпическую картину скитания по пустыне, как пишет Ханон Парад, я как бы, можно допринять, которую как бы не было в человеческой истории. Не знаю, было такое, не было. Не знаю, но Александровича такая очень мощная картина. Целое поколение на протяжении жизни целого поколения целый народ блуждает или ходит по пустыне, по ужасной пустыне, перед тем, как войти в землю Израиля. Но вот дальше мы начинаем нащупывать вот эти тропинки или пути, каким образом сделать вот этот седр. И тогда посмотрите, у нас сейчас это будет исчисление, будет идти по теме, каким образом можно сделать этот седр. И, кстати, я хочу в скобках тут как бы заметить, мне кажется, это правильно. Смотрите, мне кажется, есть разница. Есть разница исчисления, есть разница перепись. Хотя по-русски это не очень, это больше как бы, не знаю, обозначение процесса считать раз, три, четыре, пять, либо записывать раз, два, три, четыре, пять. На иврите, мне кажется, эта разница как бы концептуальная, потому что считать это ли спор, это слово цифры, цифра это цифра раз, три, четыре, пять. А вот то, что написано перепись, она по-другому называется, потому что как я рассказал, сказано ваевки дем. ваевки дем это означает, что это действительно по-русски ближе всего как перепись населения, но с другой стороны, мне кажется, что это исчисление на тему функциональности, применимости тех, кого пересчитывают. на иврите служащий называется пакит. Приказ это пкуда, летавкет это действовать, поэтому мне кажется, что вот эта вот линия такая, что это не исчисление, чтобы просто понять, а сколько у нас ребят тут вышло, раз, два, три, четыре, пять, нет, это не так, это не перепись населения, когда просто числа записывают, а это по-видимому исчисление для того, чтобы определиться с функциональностью с действием тех, кого исчисляют. Вот это мне кажется одно из правильных, как мне кажется понятий слова действительно в эфкедем и они были исчислены, что по-русски по-другому как бы не сказать, но смысл мне кажется есть другой. Итак, вот продолжает Ханапарат и говорит, что Хазарь, мудрецы, они книгу по Медбар в трактате Менахот они называют его Хумаш, Хомаш Абкудим, они называют его как бы пяти книжей, в смысле пятая часть Хумаша, который называется Абкудим, который опять, я не знаю, как по-другому по-русски перевести, называю слово перепись, хотя имейте в виду, что это в свете того, что я объяснил, это не просто перепись, а это перепись для предназначения, для определения на выполнение некоторых функций, да, теперь интересно, смотрите, получается, что мы видим, перед нами будут, да, два исчисления, и они, интересно, что по числам мы сейчас увидим, они очень похожи, а по смыслу они совершенно разные, итак, первое, это в нашей Пароше, это в нашей недельной главе, которая открывается, и это исчисление поколения, которое вышло из Египта, вышло в Синайскую пустыню, на втором годе, при выходе из земли египетской, а второй, второй описывается в недельной главе Пенхас, и это уже по существу делается перепись, или мифкат, лучше сказать, мифкат, гораздо лучше, чем перепись, я не могу найти соответствующее слово по-русски, мифкат, мифкат, это, смотрите, даже вот на армейском, я хочу сказать, жаргоненном, на армейском языке, мифката, мифката, это командный пункт, поэтому мифкат, мифкат, это вы понимаете, совсем другой смысл, это поставить людей, но если не под ружье, то под функцию, так вот, этот второй мифкат, он происходит в арбот-муав, и по существу, как бы, пересчитываются, или определяется количество кого, тех, тех, нового поколения, народившегося уже в пустыне, да, который будет Дорковшей Акнаан, это поколение тех, которые будут завоевывать, завоевывать землю Израиля, да, и это будет происходить на сороковом, на сороковом году, теперь смотрите дальше, интересно, несмотря на то, что по числам, эти два мифката, да, эти два вот, исчисления, они очень похожи, в первом, 603,550, а во втором, 601,730, но интересно, что Тура находит, как бы, то есть, справедливым упомянуть, что несмотря на близость в числовом исчислении, и казалось бы, эти два мифката похожи, разница у них, совершенно, она, они прямо противоположны, почему? Потому что про второй мифкат сказано, и среди этих не было никого из исчисленных мужей Аарона, священным служителем, которые числили сынов Израиля в пустыне Синай, почему? Ибо сказал Господь о них, умрут в пустыне, и не осталось из них никого, кроме Калевы сына Япона, и Ашура сына Нуна, в Эмидуар, 25 глава, 54-65 стих. Если вы видите, получается такая штука, что с одной стороны, у нас вот эти два мифката, они очень близки по реальным числам, да, а с другой стороны, по смыслу, они совершенно другое, да, и Ханан Парад пишет, что вот в этих стихах, которые я сейчас провел, в этих двух суким, они, как бы называется, мы купелят, они в себе содержат, все ту драму, которая произошла, прошла во время скитания, все, что было связано с грехом разведчиков, мироглим, с тем, что было сказано о том, что все поколение тех, кто вышел из Египта и по существу повелись, на то, что говорили мироглим и отказались идти, хотели вернуться обратно в Египет, про повод у них было сказано, что они все умрут в пустыне, окей, и поэтому, вот момент такой, про который мы говорили, о том, что один из способов выживания в пустыне, это делание седера, это делание порядка, потому что говорит Ханан Паратный, по-видимому, это как бы простая логика, потому что, если это не пустыня, а если это какая-то пересеченная местность, то понятно, что те, кто идут, тут как бы много людей идет, два миллиона идут, то понятно, что их стан или каким образом происходит у них регностировка, она определяется, ну, скажем так, по-русски называется, у меня вылетел сейчас из головы, не географическими, ну, типа географическими особенностями местности. Топографическими. Да, правильно, топографическими, да, когда поднимаются в гору, значит, будут так идти, когда будут опускаться, значит, будут так идти, когда будут на равнину, значит, будут так идти, а здесь ничего такого нету, действительно, ни подъемов, ни спусков, как бы совершенно плоская, одноразовая, плоская совершенно географическая топография, и поэтому, поэтому строение должно быть построено по другому принципу, вот, теперь дальше, очень интересно, по какому принципу? Ближий Ханан Парат, потрясающая штука, которая важна, сейчас мы увидим, не только для Дора Медба, не только для поколения пустыни, а важна вообще для всех нас всегда, и более чем актуальность в сегодняшний момент, он называет этот парашный, куда опнимет, а именно внутренняя точка, о чем он говорит, говорит о том, что пустыня, как мы сказали, исходя из своей топографической особенности, не предоставляет, как бы, никаких условий для естественной организации тех, кто по нему идет. Да, это то, что, вот как раз еще раз цитирует, а, да, еще цитирует еще раз из книги Йова, который, жутко, совершенно описание, про пустыню такая, да, бедные и голодные, одиноко бегут они в безводе и мрак в пустыне, во врагах долин обитать, приходится им в расселенных земли среди скалов. Дать какое описание? такое описание пустыни. А это что, оно не похоже на то, как, вообще говоря, ходили, ходили на Исраиль, проходили израильтяне, ходили в полном порядке, да, а Тадонго продолжает и говорит, а вот мифкат, то, что мы по-русски переводим как исчисление, напротив этого, он является прямо противоположным выражением вот этому полному, как бы, хаосу и полному, как бы, беспорядку, да, даже не беспорядку, а отсутствие какой-то организации, да, а мифкат, наоборот, служит для того, чтобы сделать совершенно четкий седер, порядок, причем, какой порядок? Порядок на уровне семьи, порядок на уровне колена, и порядок, что самое главное, да, знамя, и порядок, что самое главное, вокруг какой-то некоторой точки, про которую мы сейчас скажем, что это за точка, и как это сказано, как это говорится, Балашуна Тура, на языке Торы сказано, иш аль маханеу, вы иш аль дегло, то есть каждый будет при своем стане, при своем колене, и каждый будет под своим знаменем, то есть вот, пожалуйста, вот вам уже есть, что она четкая организация, про которую говорит Тора, да, и, окей, теперь дальше, очень интересно посмотреть вот что, спрашивается вопрос, а каким образом надо расположить вот эти все станы, все эти 12, как бы, колен, тогда он говорит таким образом, секундочку, да, окей, так вот это вот, этот центр порядок можно сделать только внутри, некоторые внутренние точки, какая-то точка, она точка вот какая, сказано, в главе второй, стих второй книги Бамидбар, каждый при знамене своем, по знаком домам отцов, своим станом располагаться должны сыны Израиля, а дальше, подаль, вокруг шатра собрания, станом должны располагаться они, и тут совершенно четко понятно, да, о какой внутренней точке говорится, о какой внутренней точке говорит Тора, говорит, что все эти станы, они должны располагаться, как бы, кольцевыми такими кругами, вокруг, вокруг, главной точки, скиньи завета, и это вот, и это, по-видимому, вот это вот наличие некоторой внутренней точки, это является тем, что создает, как бы, порядок. Дальше, заканчивая свое выступление, он, по-моему, тоже очень красиво это заканчивает, и говорит, спрашивает, вы маусы о сатан, а что делает сатан? Жига вопрос, ну, так все хорошо, замечательно, всех расположили, вот в зрении точка, все, и каждый при своем флаге, и при своем стане, и все, а что делает сатан? То есть, это такой вопрос, да, вопрос, что исходит? Сходит с того, что сатан, не знаю, злое начало, да, вот он как бы под королем и ты ждет, а где бы вот какой-то такой прикол сделать, а где бы что-то такое прихватить, чтобы жизнь так вот мертвому не казалось, да, и он говорит, ну, хорошо, а сатан тоже как-то действовать, он же как-то должен что-то такое делать, окей, значит, очень просто красиво получается и просто, тогда приводит такой очень красивый, красивую историю, и тоже очень показательно, что Ханан Парад, да, вот он, мне так кажется, приводит все время очень самые разные источники, да, вот он приводит источнику из, из Хасидута Гура, да, он называется Араф Азакен Мегур, то есть, ну, не старый в смысле, а старший, Раф из Гура, да, у него есть книга, которая называется Хедуши Арим, Хедуши, это в смысле, как бы, ноут, новые комментарии, да, и он там так рассказывает своему внуку, вот такую некоторую хасидскую притчу, очень интересная, и говорит, когда в хасидскую общину приезжает человек, которого, как бы, назначили, выбрали, как бы, новым иралом, раввином, ну, и что все делают, он говорит, что в синагоге, в синагоге, там полное оживление, ну, кто-то Штраймала, как бы, приделывает, то есть, народ все, как бы, омундирование, кто-то Штраймала, кто-то Гартл приделывает, вот, Савсалим, как бы, такое чистят вообще, вот, эту биму, на которой Тору читают, Тору все чистят, все так, устанавливают, все, все хорошо, он говорит, а что делает Сатан? А Сатан, он крадет внутреннюю точку. Чему это притча? А причин заключается в том, что, как бы, весь внешний порядок и замечательно, вот, можно там, хочу говорить, праздники победы, это, не к месту, но, тем не менее, можно военные парады делать, все будут с флагами ходить, все будет замечательно, там, колонны, все будут, там, люди рядом стоящие, начальники на этих трибунах, будут всем руководить, но, тем не менее, все понимают, что это Блоф называет, что это, как бы, некоторая иллюзия, ничего не затрагиваешь. Почему? Нет внутренней точки. Поэтому внутренняя точка, она очень важна. Окей, и заканчивая Ханан Паран, тоже, мне кажется, очень важна, и по отношению к тем событиям, которые сейчас в Израиле происходят, и вообще все время, о том, что, вот это вот понятие внутренней точки, да, на куда опнимет, она очень важна, видимо, для, на уровне человека, семьи, на уровне народа, и, конечно, для Амы Сраэля, для еврейского народа, да, она сто процентов важна, потому что, наверное, если посмотреть с какой-то очень высокой точки зрения, то, как бы, те проблемы, которые есть в Израиле, те, которые мы сегодня переживаем, и с ракетами, и там, и с прочими, и с израильскими арабами, которые себя ведут так, как они ведут себя в 1948 году, да, почему? Потому что наша реакция, она не всегда адекватная. Почему? Потому что мы не всегда, хорошо, если хотя бы иногда, да, мы не чувствуем вот эту внутреннюю точку, которая даже нас объединяет. Вот, призыв, призыв, действительно, должна быть внутренняя точка. Без внутренней точки, как в пустыне, невозможно было бы ходить. Точно так же невозможно ходить и по жизни вне пустыни. Ну, вот, как бы, это, с таким пламенным приветом, я хотел, как бы, закончить свое выступление. Хорошо. Если у кого-то есть какие-то соображения. Можно? Можно? Да, конечно. Может быть, это совершенно неправильно, но такое у меня чувство. Ходили они 40 лет в пустыне. Ну, была история с золотым тельцом. Потом мирно ходили, мирно жили. Под водительством Творца не было никаких войн, никаких драк. Замечательно. Все время были с Творцом. Кашен всегда присутствовал. Что еще надо? Нет? Не так? Ну, то есть, как бы, в чем вопрос? Никаких коллизий, что, как бы, жизнь была все-таки замечательная и хорошая, правильно? Нет, жизнь была замечательная, почти райская, можно сказать. Но мы видим, что все-таки коллизия. Не надо было биться о хлебе, о хлебе насущном. Не было никаких драк. Насколько я понимаю. Мне кажется, Вот уже у нас сирена. Все встречает. Мне кажется, что средняя хронология описания, действительно, этих 40 лет, большая часть тех лет, мы, как бы, не знаем, может быть, действительно, там 38 лет ходили, все нормально. Но в тех ключевых моментах, когда что-то происходило, мы видим, что все время происходит коллизий, все время происходит столкновение. Я уж не говорю про самое большое, про Мероглим. Народ все время бунтует, мяса нет, хотят вернуться обратно в Египет. Так что, по-моему, как бы, мы очень скоро дойдем до истории с Биль-Амом. Но это вначале было. Немножко по-пунктованию. Почему? А история с Биль-Амом, а история с этим сознанием. Я извиняюсь, я могу хаос в своей голове устаканить. На мой взгляд, путешествие по пустыне, это как раз является тем, что народ проявил недостаток веры своим недовольством и так далее. Пустыня лишний раз подчеркивает о том, что это присутствие чуда. Оно ниоткуда. И так далее. И народ выразил недовольство. Таким образом, они лишились чуда и вынуждены были сами бороться, взращивать и так далее, и так далее, сами добывать все пропитания. Именно поэтому это поколение и не вошло. Потому что оно привыкло к чуду. Оно не могло бы само построить цивилизацию. Оно взросло на чуде пустыни. Пустыня, она подчеркивает пустоту, что там самим взять ниоткуда и нечего. Я правильно вот думаю? Да, да, Дора Митбар. как бы, понятно. Но тут это не совсем точно. Бангдаваль, то в основном те, которые вышли из Египта, это поколение. А новое поколение, которое выросло в пустыне, наоборот, у него выросло желание уже прийти наконец в Европе Израиль. Так что это не совсем точно. Однако двух разведчиков я помню, это был уже сороковой год. Нет, это из-за греха разведчиков они сорок лет ходили. Это в начале. Все, это в начале. То есть разведчики не хотели выходить из состояния пустыни. Да, они как раз первое поколение. У меня вот вопрос. Да, Гриша, даже не знаю к кому, ко всем, наверное, на Танактебе и к Нехаме. Вот насколько я понимаю, ни одна из 613 заповедей напрямую из этой главы не выводится. А вот все-таки если попытаться найти какую-то одну или две, которые в наибольшей степени связаны, вот с главой, которую мы сегодня разбираем, как вы думаете, это какие? Какая? Тут есть вакуумпированцы, на самом деле, сейчас на самом деле это сказано про фемигешмот, но тут, по-моему, повторяется. Я не знаю, как угодятся все завтраки. Гриша, я облегся на секунду, ты можешь мне сказать, в чем был вопрос? Это тоже я читал, да. Вопрос был в том, что вот я посмотрел по Маймониду, получается, что из той главы, которую мы сегодня разбираем, ни одна из 613 заповедей не выводится. А все-таки вопрос, а вот если попытаться эту главу связать с какой-нибудь одной или, может быть, двумя заповедями, то какие ближе всего, по сути? Григорий, если у вас есть предложения, мы с удовольствием выслушаем. То, что я могу только предложить. Нет, к сожалению, предположений. Ну, вот, есть какой-то намек на выкупированцев, потому что упоминается, хотя это заповедь, «Освети мне всякого…» Я выкупирован первенца – это тригешмот в основном главный. Но здесь как бы оно, если попшат, то просто упоминается, повторяется. И это как бы одна из важных тем здесь, потому что есть подсчет первенцев и есть подсчет левитов, и они как бы должны уравновешивать так же наше себя. Или это уже следующая? Секунду. Нет, это… Наверное, следующая может неделя главы состоящего года. Здесь шейк Перевенцев. Да-да, сказано эти две цифры, цифры Перевенцев и число левитов, и сказано, возьмешь по пяти шекелей с головы, по шекелям священному возьми, 20 г. В общем, это вот цифра пять шекелей. Мне кажется, она как раз, мне кажется, если я не ошибаюсь, упоминается только здесь, и, собственно, она определяет сумму выкупа Перевенцев и сегодня. Спасибо. Это, знаете, так, это чисто по первому впечатлению, я не могу на сто процентов. Спасибо. Окей, ну хорошо, мы начали наше движение по пустыне, мы более-менее определили, какие задачи перед нами стоят. Я думаю, что книга Эдамидвар, она книга, как все книги, но в том числе и эта конкретная, она совершенно потрясающая, увлекающая. Ворывающий, будем продолжаться дальше. Будем надеяться, что мы с вами занятия внесли какой-то вклад в разрядской ситуации, которая происходит во всем мире, в Израиле в частности. Будем надеяться, что как-то все-таки это все устаканится. Самое главное, чтобы не было поражения среди людей. На сегодняшний день погибло два человека в Израиле. Поэтому, конечно, было брошено и, как это говорится по-русски, больше 600 ракет, поэтому это тоже чудо военной техники Израиля и чудо с небес, но, тем не менее, два человека погибли. Окей, ну хорошо, все. Всеми общими молитвами и общими занятиями будем надеяться, что мы будем продвигаться дальше. Всем счастливо. Пока. Пока. Спасибо. Пока. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok